Здорово! Здорово! Короче, я договорился, ты завтра выходишь на работу в МЧС. А ты куда? Это для тебя будет сюрпризом. Погнали! Всем привет! Сегодня мне досталась совсем нелегкая работа. Это не общепит, как обычно говорит Альберт. Это центр кузовного ремонта Эверест Авто. Сегодня я попробую трудиться здесь, шкурить, красить. Ну, так сказать, приводить машины в порядок. Давайте посмотрим, что из этого получится. Так уж вышло, что сегодня я все-таки работаю пожарным. И я реально переживаю. Я не знаю, как сейчас все пройдет. Я не знаю, что я сегодня буду делать. За это я и люблю программу Суэфа. Давайте уже пройдем в пожарную часть и посмотрим, что нас там сегодня ждет. Здравствуйте! Меня зовут Альберт. Мы с вами договаривались, что сегодня я поработаю у вас пожарным. Да, все понял. Хорошо. Что надо для этого? Давайте начнем сразу. У нас начинается день. Вот тут наглядный распорядок дня еще тоже висит. У нас приходим мы не к 8, как здесь смена кровавая, с 8 до 8.30. Мы подходим уже заранее. То есть уже по 8 уже. Да, надо подготовиться. Мы уже все готовы, одеты, да. И как оденем уже повседневную свою одежду, им через какую-то снил форму. Идем проверять свой дыхательный аппарат. Пойдемте. Это вот у каждого свои дыхательные аппараты? Да, у нас они распределены групповым принципом. То есть, допустим, пожарный первой сменой с третьей смены. То есть, допустим, первый сменой зацепил, а в следующие сутки он сменился, аппарат свой уложил, заправил, если необходимо. А уже другой, заступающийся, он берет уже не этот аппарат соответственно, а со второй и четвертой сменой. То есть, это и для удобства. И в приказе у нас прописано, так же мы приказ сделали о закреплении аппаратов. У некоторых же индивидуально, у некоторых групповым принципом. Так же у нас есть стенд, и здесь наглядно все показано, как проводить проверку. А еще противогазы у вас есть, да? Это противогазы? Ну, это есть аппарат, здесь маска. А, все, понял, понял. То есть, она подсоединяется к этому аппарату. Маски у всех индивидуальные. Ну, понятно, да, по размеру головы. Да, соответственно, после каждого его использования, здесь мы их моем, чистим, сушим. Там также находится фен. Здесь вывешиваем, и там уже сушится. Ясно. Так, дальше идем. Тимур, давайте так, вот с чего все-таки начинается ремонт автомобиля? Ну, прежде всего, надо сделать прием к автомобилю. Как раз вот сейчас у нас подъехал клиент от страховой компании. Вот, подробнее могу прямо на примере показать. Давайте посмотрим. Добрый день. День добрый, здравствуйте. Здравствуйте. В направлении на ремонт заднего бампера. Так, задний бампер, да, у вас? В принципе, все понятно. Вы машину готовы сегодня на ремонт оставить? Да. Все, хорошо, пойдемте тогда. Сейчас оформимся. После этого машину на мойку, и как бы уже отдельно по готовности мы вам сообщим. Все, хорошо. Так, получается, мы что сейчас делаем? Сейчас первым делом надо одеть накидку на сиденье. После этого автомобиль отправляется на наружную мойку. А накидки для чего? Ну, кузовной цех как бы не совсем чистое помещение. Вот, для того, чтобы избежать нюансов. Поэтому, ну, опять же, стандарты приемки в нашем автосервисе. Поэтому. То есть, мы стараемся для того, чтобы меньше грязи было, это машина должна быть чистая. Для того, чтобы в цехе меньше грязи было. Ну, и опять же, стандартная процедура. И потом, вот, схема тут какая-то? Да, и сейчас для ребят, для того, чтобы понимать, что делали, я буду отмечать по технологической карте объем работы. То есть, в данном случае здесь ремонт с окраской заднего бампера. То есть, поэтому... Это ремонт будет, да, или замена? Так, ну, посмотреть надо. Тут, скорее всего, замена, потому что запасные части заказаны уже. Вот. Здесь будет замена. Сколько вот примерно ремонт идет, да? Ну, вот, если не считать, что это там сильные какие-то повреждения, там может быть крыло, там поцарапано. В среднем 2-3 дня. 2-3 дня, да. Да, ну, всегда один день пытаемся взять запасы, но стараемся уложиться в сроки. Ну, нормально, да, это нормально. Теперь она, получается, на мойку, да, уезжает? Да, сейчас, да, на автомобиле уезжает на мойку. Все, ясно. А вы кто по должности? Я начальник караула. Начальник караула. Я, как бы, каждое утро захожу и спрашиваю оперативную обстановку в районе выезда. Ага. Оперативная обстановка в районе выезда заключается в том, чтобы нам, как бы, знать, где проезд какой-нибудь перекрыт, там, где воду отключили, где там электричества нету и все такое. Как бы, нам всей этой информацией нужно владеть. Вот, соответственно, для этого уже с утра мы эту информацию владеем. Здесь все аппараты уже уложены, они находятся в пожарной машине. То есть, мы проверили все эти аппараты, пришли, одели боевую одежду, встали. Я провожу у каждого, ну, смотрю, исправность, там, различные, там, самочувствие спрашиваю. Это в начале, да? Да, я начальник караула, там, удостоверение смотрю, там, права, допуски различные на спецтехнику. Вот, краткий инструктаж провожу, довожу оперативную обстановку. Далее приглашаю сменяющуюся смену, все строимся здесь, подхожу к начальнику, делаю доклад, и уже проходит вообще развод, смена караула. То есть, смена потом проходит сразу же, сменяющаяся смена аппараты свои забирает, мы укладываем, естественно, и вся смена, как бы, дежурство должно происходить в течение 30 минут. Хватаю. Хоп, сразу ногу, да? Ага. Так, допустим, отдел. Угу. Вторую. Тут управляешь. Утлямки. Тут, как бы, уже, ну, на время. Ну, да. Это перекид, да. Руки на топ, перед себя. И три зачетки. Начинаешь с средней, потому что у тебя руки уже на этом уровне. Да, да, да. Удобно. Вниз. Вверх. Потом поворачиваешься. Пояс. И, как говорили сейчас, просто, как бы, надо под шлем тоже одевать. Вот и все как. Надо не на скорость, а на правильность садить, чтобы тебе в дальнейшем было удобно работать. Ну, да, главное, безопасность. Ну, и так же, не мешать минуты. Ты сам попробуй лично, а потом вместе на время попробуем. Ага, ладно. Давай, не устроим. Тяну. Один, два. Без подкаст. Ножа, чтобы нахер. Вот так. Средний зачет. Ну, в общем-то, все понятно. Может, попробуем на время, устроим соревнование какое-то. Давай, сейчас опять укладываем, и мы начнем. Давайте. Хорошо. Учимая переборова радиена на борт. Сulse 24. Отреяти. Следующий. Следующий. Мы не имеем с теми. Учимая переборова радиена на борт. Вы? Все. Блин. Вы? Блин. Вы? Вы? барабанная дробь и мы продолжаем давать так алексей что мы делаем вот эта деталь и давай представим что как будто бы здесь вмятина ее нету но мы можем сделать ну да конечно я сразу хотим сказать что эту деталь мы не снимали с клиентского автомобиля эта деталь уже не нужная да я так понимаю совершенно верно эта деталь уже идет под замену вот сейчас я вам объясню некоторые этапы вообще кузовного ремонта самые основные это во первых разборка автомобиля жестяные работы подготовка покраска и обратно сборка то есть если взять грубо 5 этапов основных то есть предположим что мы деталь уже сняли и нам надо ее ремонтировать то есть на данный момент это детали ровно сейчас мы искусственно сделаем какой-либо дефект и я покажу уже вам как это все устраняется мы вместе с вами это сделать так сейчас можно я пахну я просто ради бога я всегда хотел пахнуть по машине если бы она еще была прям поставлена вот сюда да только имейте ввиду рихтовать потом железо будете вы так что вот этим концом не бить да бью да да конечно конечно такие детали мы обычно отправляем под замен это шутка так что мы делаем сначала мы во-первых счищаем некоторые сколы краски есть они образовались у нас здесь не вышло тема хорошо далее создаем рельеф на поверхности то есть у нас деталь глянца и шпаклевка с ней просто отлетит это нарушение тех технологий вообще в зоне ремонта зоне шпаклевки обязательно надо убирать лакокрасочное покрытие старое полностью до металла это будет залог качества будет гарантия того что никаких дефектов под шпаклевкой уже не выйдет сейчас дело вступит профессионал я покажу как надо правильно делать машину сейчас мы сняли грубым абразивом старый материал в зоне ремонта частично сняли после этого грубого абразива надо также вот этот рельеф немного выровнять это требует технологии иначе потом поклёвка в том месте где она заканчивается даст просадку мы меняем абразив на более такой мягкий скажем так достаточно сейчас ту саму процедуру стоит вам выполнить я помогу деталь готова под поклевочная работа сейчас мы ее очистим то есть обезжирим уберем все лишнее силиконы и какие-то либо загрязнения и будем шпаклевать я буду шпаклевать здесь а вот здесь так это дым и камера до до собрана пахнет так как будто он что-то горит это реальный дым да реально дым все приближено к максимально что реалистично похоже на реальные условия вот и сейчас включитесь пройдете сами посмотрите что как этого все страшно становится ну джина все-таки договорился так ну так поднимешь поднимаемся подряд лёгко оставаться сиденье к маске просто резьбовое движение аккуратно даже пока не дай потому что у тебя воздух не включен просто нечем будет дышать так надо сначала проводим рабочую проверку отключаем адрес открываем правой рукой вентиля баллона внизу сам на поле скольки просто открываешь открывай полностью одеваем так лучше назад сначала и на подбородок стягиваешь потом делаешь вдох и начинаешь дышать вдох делаешь вдох и вдох не все начинаешь дышать в этом случае друг другу помогаем так поделаешь ранее зашло на соседку мы ненадолго уже просто заходим в стой капитальный стеснень ага выходит Сначала дышим, а потом дышим. Заслабляем серебрячки, готов, выключаем ледочник. Вот так подтягиваешь что ли, не дышишь и снимаешь. Закрываешь шинный баллон. Посмотри на свой монолитер. Сколько у тебя, допустим, если было 300, стало 230. То есть 70 атмосфер мы издышали. Попробовали там буквально 2 минуты прошлить. Сейчас мы наносим шпаклевку. Будем наносить ее на этот участок, дальше уж наносить не будем. Ну вот и все, теперь ваша очередь. Шпаклевка застынет примерно через 2 минуты. На самом деле, похоже на вкусную штучку. Для новичка у вас очень даже неплохо получается. Я мазать всегда люблю, мазать это мое. Сейчас нашу шпаклевку надо будет ровнять. Угу. Уже готовить именно под грунтовку. Сколько сохнет она? Приседительно 10-15 минут. 10-15 минут? Да. Окей. Пока сохнет наша шпаклевка, я решил прогуляться по сервису и посмотреть, что здесь есть вообще. Вот, в общем-то, вот такое помещение. Ну, а есть еще одно помещение, которое очень важно для ремонта. Это вот после всех работ уже, когда мы сейчас все пошкурим, все сделаем, все обработаем. Нужно, конечно же, это все дело покрасить. Здесь есть специальный человек, специальный человек, который правильно смешивает разные цвета и получается тот цвет, который именно нужен для той определенной машины. Его называют колорист и сейчас мы к нему заглянем. Как вас зовут? Меня зовут Кира. Как ты вот различаешь цвета? У тебя какой-то особенный голос-алмаз или это какая-то технология есть? У меня особенный голос-алмаз. А, все-таки голос-алмаз, да? Я думал, есть какие-то бумажки, типа возьмем номер один, номер три, смешаем и получится номер пять, нет? Нет, я тоже так думала в первый день работы, но через час поняла, что нужен голос-алмаз. Так не работает, кажется, да? Так не работает вообще. Расскажи, вот как вот здесь вот это, что такое? Вот просто все двигалось, только что мешало, это что это? Ну, краски надо мешать, потому что они имеют свойство отслаивать как бы компоненты от масла, там какие-то внутренние компоненты, все это перемешиваешь постоянно, чтобы как бы она все не загустевала, не густела. Сколько видов красок у вас здесь? Много. Ну, примерно, примерно хотя бы. Ну, их очень много, их даже не сосчитать, я думаю. Самый интересный вопрос, который, может быть, задавали тебе уже, ну, не знаю, по крайней мере, у меня сразу он возник. Вот ты здесь, в маленьком помещении, работаешь с краской, кайфуешь? Единороги, вот там вот каждый день прыгают, вот там поле. Единороги? Вот там единороги, друзья, посмотрите, вот она видит там единорогов, мы видим, ну, не знаю, мойку, машины, единорогов там нет. Я хочу тебя... Меня есть. Ну, бездорово. А вот это, что такое, вот это вот? Здесь распыляем, покажите. Да, давай, давай. А можно я попробую? Ну, ты примерно здесь уже прицеливаешься, так сказать, да? Примерно делаем будущий цвет. Угу. И все, да? Ну, там надо подсушить слоем будет. Угу. И еще потом у тебя будет. Прикольно. Ну, интересная у тебя работа, тем более с единорогами, я считаю, что это здорово. А вообще не скучаю? Понятно. Ладно, удачи тебе, спасибо огромное. Ну, а мы двигаемся дальше, друзья, посмотрим, высохла ли у нас шпаклевка и продолжим нашу работу. Сейчас один из пожарных выполнит норматив самоспасания. Давайте посмотрим, как это делается вообще. Нет у нас. Не, я так не смогу. Ааа, жесть вообще. Надо сначала проверить страхующее устройство, то что надежно закреплено. Затем наматываем веревку от себя, то есть карабин открываем и два витка делаем от себя. Все, карабин закрываем, подтягиваем, что-то надежно будет. Пропускаем за спину. У тебя в карман залез. Все, опускаем за спину и немного выходим. То есть натяжку делаешь и понемногу держишь рукой. Зачем? для того, чтобы как ключ работает. Отпускаешь? Отпускается. Все. И дальше пошел. Я тебя ненавижу, блин. Может я просто прыгну? Вот отсюда. Да, два витка. Вот так? Да, раз и еще один. Делаешь натяжку. Правильно. Подожди, он неправильно делает. Я немножко о другом думаю. Вот смотри. Берешь веревку. Вот ты. Ну что ты, что вам так? Не-не-не, держи просто, возьми вот так вот веревку. Как только выровняешься параллельно, отпускаешь уже, ключ делаешь. Я не врубаю сейчас, у меня вообще ничего. Просто смотри, выходишь вот, падаешь туда. Не бойся, выходи, выходи. Вот так и все. Правую держи. Левой ты просто контролируешь, правую просто держи. Как только ты увидишь. Все, правую отпускай. Так? Да. Отпускай дальше. Отпускай, отпускай, отпускай. У меня тут что-то запуталось? Не запуталось себя. Отпусти. Правую руку травить назад? Вот, вот. У меня все стянуло просто. Я неправильно зацепился, наверное, да? Я не знаю, где сегодня работает джин, но он точно не втухает так, как это делаю я. Он по-любому выбрал себе какой-нибудь общий пит или какую-нибудь простенькую профессию. Ну, это понятное дело. Я в прошлом выпуске так себя повел. Просто взял и обошел. Хотел правила обойти, но в итоге вот он договорился и я сегодня в ПЧ-62. Грунтовка высохла, ой, шпаклевка высохла, мы должны ее шкурить, чтобы она была ровной. Именно. Мы должны теперь выровнять деталь подготовки под грунт. А я вот заметил, у вас все время как пылесос работает. Это какая-то фишка, что ли, или это мотор? Нет, это, во-первых, очень удобно для именно мастеров, чтобы не дышать этой пылью. А, она сразу втягивает? Через ответствие в этом шрепке и абразиве. Он просто сразу удаляет пыль. Прикольно, и мусора нету как такового, да? Конечно, конечно. Грубым абразина. Я ее так называю, буду называть. Это будет грубая абразина и мягкая абразина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, это последний этап перед нанесением грунтовки. Сейчас мы выровняем все эти риски и будем грунтовать деталь. Все будет хорошо. Очень гладко, вот вы просто не представляете. Вот можно даже без перчаток, как кожа младенца просто стала. Она даже по цвету напоминает кожу младенца. Вот настолько мы молодцы постарались. Охота прям трогать и... Когда я прихожу на дежурство, то есть после уже приема беру книгу службы, заполняю здесь. Прописываю всех, кто где у нас в врачете находится, какая техника находится. Далее звоню на пункт связи части в диспетчерскую и уже докладываю о том, какие люди у нас находятся в врачах. Журнал аэропортов как бы, да? Ну, книга службы уже называется, да. Далее уже у нас пойдет прям дежурство, технику принимают и так далее. После чего у нас уже в 9 часов в учебном классе проводим занятия. Здесь у нас учебный класс. Согласно распорядку меня проводим занятия. Многие коровы здесь у нас приехали снимать видеоролик. Показываем, например, как мы занятия проводим. То есть приходим, у них у каждого есть свой конспект. Я с ними, соответственно, провожу занятия. У меня тут есть методические планы, конспекты, которые я делаю непосредственно уже после заступления на следующие сутки. Далее я их зачитываю все, они пишут это по тиктоку. В конце занятий краткий опрос с выставлением оценок учебный журнал. У нас, грубо говоря, так же, как в школе, надо выставлять оценки, так же нормативы. И на рабочем тоже учишься, да? Да, все время учимся каждый раз. Значит так, выполнение защитных мероприятий. Три Волоши? Три Волоши? Три Волоши. Первая, вторая, третья. Посёлок Краснокруч, улица Тинкарова. Ручи. Вууууууу! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это очень опасно. Но я знаю то, что у ребят сейчас идет набор, им требуются водители и пожарные. А как вы уже знаете, сюда берут с армии и у которых по здоровью, допустим, А1. Давайте встретимся с Джином и узнаем, где он в итоге работал, где он провел весь день и как вообще прошел его день. Последняя подготовка. Сейчас принесут грунт и мы эту поверхность загрунтуем и дальше уже перейдем к покраске. Сейчас будет очень шумно, поэтому мы отключаемся и просто смотрим за процессом. После того, как мы нанесли все три слоя, это все дело надо высушить. Соответственно, сушится это специальными лампами, вот такими вот. Как мне объяснили, они сушат все это изнутри. Получается, лучи, которые светят от этой лампы, они проходят через краску, через грунт, отражаются от металла и, соответственно, сушат грунт и краску все это изнутри. Ну, технологии, так сказать, 21 век. Чтобы не запачиваться, нужно обязательно одеть вот такой костюм. В принципе, можно с Эверест Авто сразу пойти кушать бургер. Это практически последний этап после того, как деталь высохнет. полностью и окончательно она отправляется, соответственно, к своей машине. Ее там устанавливают и уже машину передают своему клиенту. Ну, а на сегодня у нас все, поэтому пользуйтесь услугами Эверест Авто. Я думаю, что я показал вам все и вы знаете, как все делается, как детально это делается. И вы знаете, что здесь работают профессионалы. Ну, вот и все. Надеемся, вам понравилось это видео. На самом деле пытались показать очень многое, материала реально было многое, но самый сок выжили бы. Да, надеемся, что вот мы самое-самое такое показали в этих профессиях. Да, хочется сказать огромное спасибо нашему видеооператору Артему Рябову. И Егор Гевис. Да, ну и, конечно же, группе Нижнеканцы ВКонтакте за то, что любезно размещают видео и дают возможность вам, Нижнеканцы, и все, кто смотрит ВКонтакте, смотреть наши ролики. Да. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok